Продолжение следует... ...этьюдное состояние, когда мы пишем с натуры пейзаж в Ирландии. Должен сразу оговориться, радостные краски, которые присутствовали ранее на моих работах, будут отсутствовать, поскольку я не знаю, что такой аскетизм наблюдается. В принципе, я привык работать без предварительного рисунка, но для того, чтобы учебная часть моего маленького мастер-класса была понятна многим людям, я делаю основные линии, связанные с будущим сюжетом. Вот, я беру высокий горизонт, дабы изобразить пологость этих гор. В импровизационном плане, вот все, что я сейчас подготавливаю, оно будет немножечко интерпретировано по-другому, но тем не менее рисунок не помешает. Вот примерно такой, несложный рисунок, по существу. Вот, остальные все детали, которые мы видим впереди, они будут упущены, обобщены, и все требуются для акварельного этюда в арсенале. Вот, для чего это нужно? Для того, чтобы акварельные краски, как их бы вы ни пользовались, вот, они будут очень быстро и энергично схватываться на кисть и переноситься уже, условно говоря, на наш холст. На акварельную бумагу латвийского производства, TMD Watercolor Paper. Это не реклама. Итак, я готов к живописи. Вот, немножечко отхожу от стандарта, которым я привык работать в условиях работы студии с учениками, когда мы смачиваем бумагу. Здесь все предназначено для того, чтобы мы в более-менее такой объективной форме, более сжатой, без всяких подробностей, изложили суть этого пейзажа. То есть, световую гамму, состояние природы. Вот она у нас пасмурная. Вот, и... В этом случае я использую кисть, которая мне наиболее нравится. Вот, мы делаем холодными оттенками заливку основных красок. Вот для этого я использую китайскую кисть, которая энергично захватывает краску. И в довольно-таки большом количестве она опускает ее вниз. Для озера я оставляю светлое пятно. Прин Dun 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 Dun, Субтитры сделал DimaTorzok 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 В чем она состоит? Состоит в том, что вот этот косогор второго плана, дальний план, он уходит у нас в горизонт, будет еле-еле виден, и также проявляется удивление конкретно граническим силуэтам. Насильно мокрой кистью, вот здесь мы косогор. Теперь на дальнем плане, чтобы это было выглядело как бы несколько смазанных, вот я беру широкую кисть, вот и вот такими быстрыми движениями. Одновременно просушиваю поверхность, поскольку погода действительно холодная, вот и одновременно обобщаю. Создается такая имитация легкой дымчатости. Все детали дополнительные можно уже использовать в домашних условиях, то есть дополнять. Вот на дальнем плане есть гребешок леса. Вот тут надо выбирать по тональности. Таким образом, чтобы она не была... Поскольку в домашних условиях или каких-то будет еще дополнительная проработка таких-то деталей, вот соответственно я загружаю побольше тональности. Вот, она уже немножко просохла поверхность, и она позволяет более конкретно производить какие-то движения кисти. Появлять какие-то деталечки. Примерно таким вот образом. То есть краски не активные. Итак, друзья, в завершении этого этюда, этюда я подчеркиваю, это работа с натурой, вот я произвожу некоторые завершающие движения кистью и вставлю свою подпись. Естественно, по этому этюду или по фотографии, которую вы поплыли сливите, можно в домашнем условии сделать более качественную работу. Но, я хочу подчеркнуть, что ничем не передаваемое удовольствие, это когда ты работаешь на натуре. Я очень люблю работать на натуре и советую людям, работающим в области акварели, самосовершенствуясь и оттачивая технику акварели, больше работать с натурой. Итак, завершающий штрих. Вот это белое полотно, которое я вначале оставил, да, это будет завершение воды. Видите, она выстреливает, как бы, условно говоря. Вот, берется легкий ультрамариново-голубоватый оттенок и вот такими касательными движениями завершается. Белый свет ищу волки и показывается просто состояние водных поверхностей. А благодаря hockey готов COVID, делаем нашу мосту всего катания, Я так и아니я можем поднять вулканенной смisión, clear lent и ярмарomat这个 stomach второго плана, мне бы хотелось показать вот эти небольшие такие просплешины, кость-кустарники. Вот смотрите, как действует эта бумага. Вот она уже высохла, казалось бы, да? Вот смотрите, я ставлю вымывание кисточкой. Это просто эксперимент. Вот, теперь накладываю салфетку, отнимаю, и мы видим более светлые участки. Размыть, допустим, вот эту поверхность. Вот, обратите внимание, как она затягивает эту краску и превращает вот это в зеленое поле. Вот, посмотрите. Видите, вот она как бы острость дает какую-то определенную. Теперь этот участок, вот, к примеру, здесь. То есть, она достаточно хорошо вымывает. До белого, кстати. Не каждая бумага может похвастаться этим качеством. Здесь. Посмотрите, я положу воду. Теперь отнимаю. Кисточка исчезла в салфетку. Вот, появляются вот такие живописные, красивые кособоры. Берется определенный свет краски. И вот там, где я освобождал светлые участки, пробегаю темно-зеленой красочкой, чтобы показать кустарники. Вот они. Вот, смотрите, как ведется кисть. Такие получаются разрывы живописные. Исчезли у нас в стационарных условиях, в мастерской. Это сделать гораздо проще, поскольку там не так холодно, как сегодня. Вот эти светлые участки, они как раз показывают такие маленькие теляночки, в которых произрастают эти горные цветы, кустарники. Исчезли у нас в стационарных условиях. Исчезли у нас в стационарных условиях. Такие желанием. Исчезли. 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 Продолжение следует...